Динамо Барнаула Здравствуйте, Виктор Владимирович Здравствуйте, уважаемые болельщики Скажите, откуда в Динамо появился иркутский тренер? У нас своих нет? На сегодняшний момент создалась такая проблема Что у нас тренера есть, но нет лицензированных Соответствующих лицензий не имеющих категории А Этот вопрос мы стараемся исправить И в прошлом году пытались исправить Отправляли мы Александра Суровцева К сожалению, не получилось поступить В этом году, в июле, мы повторим эту попытку Поэтому я надеюсь, что к следующему сезону Мы будем иметь уже своего доморощенного тренера Немножко расскажите о новом тренере Олеге Яковлеве Который мы показывали уже в других передачах Провел первую тренировку Олег Яковлев, значит, всю жизнь практически Он воспитанник иркутского футбола Там всю свою футбольную жизнь провел На сегодняшний день ему уже 45 лет Закончил в свое время школу Вашата Тренировал иркутские команды Там они по-разному назывались Радиан, Байкал, там Байкал В последнее время тренировал команду КФК Это Зенит и Жевская Комплектование самой команды уже закончено Я знаю, заявка должна быть вот-вот подана 9-го числа день заявки у нас Комплектование команды практически завершилось Я скажу так, можно сказать, на 100% Может быть, кто-то еще наши ребята там подъедут Как вот сегодня один еще из Ростова подъехал Поэтому наш воспитанник Ну, наверное, мы посмотрим, что он сейчас себе представляет Это кто? Болельщикам интересной фамилии? Ну, это Кулабухов у нас есть такой Он 95-го года, наш воспитанник Играл в нашей команде Затем уезжал в Ростов за молодежку Играл, сейчас вот вернулся буквально сегодня Поэтому посмотрим, в каком он состоянии Может быть, еще он в заявку попадет А все-таки проблемные места есть какие-то? В защите, в нападении? Ну, проблемные у нас, в принципе, на мой взгляд Составляет у нас в обороне, конечно, наиболее, скажем так Ну, слабое, наверное, звено на сегодняшний день Кто составляет оборону на сегодняшний день? На сегодняшний день это у нас Полковников Сергеев, Саблин, Хмелевский Обсянников Ну, и там могут играть еще ряд игроков Которые будем пробовать, смотреть, значит, там Как? Может быть, какие-то перестановки будут А кто ушел из Динамо, уже наверняка и в других командах будет играть против нас? Из наших воспитанников? Ну, да Ну, и насколько мне известно, в Сахалин ушли Яркин, Александр, Марков Андрей и Перушин Федор Ну, Яркин младший, чтобы болельщиков не путать? Нет, старший Старший? Старший, в Сахалин А младший Яркин? В Сибирь младший Яркин ушел Значит, Новокузнец там, ну, пока там состав формируется Но, я думаю, там 3-4 человека точно наших окажутся Ну, и здесь по этому поводу, конечно, возникают некоторые такие сожаления Что если раньше, допустим, наши игроки уезжали там в ФНЛ или командой высшей Это как бы было нормально То есть на сегодняшний день игроки уезжают в команды, которые нашего уровня или, может быть, даже хуже Вот То есть, хотя все клубы говорят, что у них все плохо Но, тем не менее, вот, наверное, в финансовом положении все-таки у них не так плохое Вот последний пример Гавиловский Данил Ну, знаете, наш воспитанник Вратарь? Да, вратарь 90-го года Который у нас здесь долго, длительное время играл Затем уехал в ФНЛ Сейчас ФНЛ вернулся, хотел вернуться к нам Но Тамбов его переманил По-видимому, даже Тамбов имеет возможности лучше, чем Динамо Барна А, кстати, вернулись вот эти игроки Аксютенко, вот-вот, я не знаю, контракт с ним подписан Дорошенко, Старков У команды, у клуба денег хватит платить им зарплаты, которых они достойны? Нет, у нас есть определенная, значит, ну там, смета, так сказать, которую мы должны вписаться Вот на сегодняшний день мы в нее вписались Там, ну, игроки, почему, там, ну, тут что скрывать, почему они вернулись к нам? Потому что они отсюда родом, они здесь наши воспитанники У них здесь жены, дети, там, ну, появился ряд, лично скажем, там, проблем, которые По которым они к нам вернулись Будем прямо говорить Поэтому со всеми с ними уже достигнута договоренность И Дорошенко, и Сергеев Дима у нас вернулся И Щербаков, и Оксютенко То там еще и Овсянников, который, кстати, он тоже воспитанник алтайского футбола В Томи играл, тоже к нам вернулся, хочет дома поиграть Корюкин Да, вратарь Корюкин, который, да, из Кубани Который в Премьер-лиге 5 сезонов провел Но здесь у него тоже семья, все, но здесь травмы здесь Поэтому, значит, ну, скажем так, нам повезло От набора фамилий аж дух захватывает болельщиков, я думаю А какие планы там на сезон с таким составом? Ну, по фамилиям, я думаю, что у нас состав не хуже, чем у другой любой команды Значит, в зоне Ну, а планы, вот мы с ребятами говорили Ну, ребята все амбициозные, все, значит, тем более у нас порядка 10 воспитанников совсем молодых То есть там 95-97 года, которые глаза горят Поэтому здесь вот из этого всего количества нужно попытаться создать такую команду, которая могла бы решать самые высокие задачи и цели Ну, цель конкретно вами определена, как президентом клуба для Динамо? Ну, мне представляется, что мы должны быть в тройке Не ниже никак Ну, и навязать борьбу, а почему нет? Навязать борьбу там То есть есть команды, которые очень надежно известно, что будут выше нас? Ну, есть команды, которые поставили такую цель, скажем Допустим, Сахалин Они полностью сохранили прошлогодний состав, который играл в ФНЛ И они не скрывают своих амбиций, что они хотят вернуться в ФНЛ И у них позволяет финансовая возможность играть в ФНЛ И они в этом году играли Я думаю, Иртыш Омский так, ну, где-то сквозь строк будет, наверное, ставить задачу Ну, я думаю, что мы сумеем навязать им борьбу Сколько команд в новом чемпионате? Вот скоро он стартует, когда первая игра у Динамо, ну, и первая домашняя, интересно узнать Девять команд, как было То есть все те же, кроме Байкал Только Байкал поменялся на Сахалин Байкал ушел в ФНЛ, на Сахалин Начинаем мы с 19-го в Якутске С Якутии Затем 22-го Иртыш кубковая И 30-го и 2-го 30-го апреля, ой, 30-го июля И 2-го августа мы играем Две домашние игры Пользуясь случаем, приглашаю всех болельщиков Поддержать свою команду Я знаю, стадион там улучшается, да? Да, стадион, значит, у нас в этом году Значит, запланированы И работы на уже процентов на 70 сделаны По южной трибуне То есть она будет выглядеть так же, как северная С козырьком? Нет, без козырька только Ну, сидения будут такие Ну, как сказать, улучшенные, скажем так С высокой спинкой Там пошире сделаем Все это там заасфальтировали Все будет чисто, красиво Ну, поэтому А, кстати, первый вот матч, говорите В Якутске Сколько стоит для команды Одна поездка туда? Ну, вчера, когда мне назвали цену на билет У меня, как говорится, голова закружилась Только стоимость проезда Пролета туда-обратно 37 тысяч на одного человека Вот умножайте их там Ну, даже если мы поедем по минимуму Там, не знаю, сколько там Ну, меньше 20 никак ехать нельзя Даже 20, вот умножайте Только билеты стоят под миллион Плюс гостиница, плюс там питание Переезды туда-сюда Сыграли матч И миллион отработан И назад, да? И назад Хорошо, если выиграем А если еще и проиграем Как клуб намерен Возвращать зрителей на трибуны Чтобы, ну, как в былые времена Я понимаю, сейчас время телевизора Большого футбола Очень доступного людям На Динамо-то можно гарантировать Что больше 3-5 тысяч Будут приходить Ну, вот я вам скажу Что в прошлом году Начало сезона у нас было 6,5 тысяч Начало В весенней части сезона Тоже около 6 Но, к сожалению, мы И первый матч проиграли И второй проиграли После чего резкий отток зрителей Но я надеюсь, что в этом году Мы такой оплошности не допустим По крайней мере Все в наших силах Мы первую игру играем 30-го с Новосибирском Сибирь с Новосибирском Ну, тут я просто не знаю Мы обязаны будем ее выигрывать И обе игры Там вторую Мы играем с Читой Тоже все по силам Ну, вот ребята, которые вернулись Вот, допустим, Гриша Дорошенко Он говорит, ну, что там Как давно не был Там 7 лет не играл Как со зрителями Я говорю, ну, Гриша сейчас Не так, как при тебе Говорит, ну, надо работать Давайте Мы вроде готовы Там Ребята настроены Крайне позитивно Которые вот вернулись И готовы Перед своими зрителями Ну, тут Уже, как говорится Уже поиграли везде Возраст уже подходит Так Ну, скажем так Ближе к окончанию карьеры Поэтому им хочется себя показать Перед алтайскими зрителями Я думаю, они это сделают Спасибо большое Желаем успехов В грядущем сезоне Болельщикам Подавай красивую игру Подавай голы А уж остальное Мне кажется, они простят Напоминаю, уважаемые телезрители Сегодня мы общались С президентом футбольного клуба Динамо Барнаул Виктором Сигаревым До свидания Редактор субтитров А.Семкин